приветствую вас давайте разберем ваш вопрос во первых первое что хочется мне отметить это то что к вам много сочувствия вот вам много сочувствия много такого тепла желания вас поддержать и как-то успокоить да вот успокаивать вас я не буду потому что на мой взгляд это не совсем то чего вы хотите и не совсем то что может делать психолог вот поэтому конкретно успокаивать вас я не буду по поводу вашей ситуации вот скажу лишь только о том пожалуй что несмотря на некоторые ваши моменты несмотря на некоторые ваши действия на ваше поведение поступки которые вы совершали вот я думаю что со стороны мужчины есть некоторые странности поведения вот со стороны мужчины есть некоторые элементы скажем так деструктивного поведения хотите вы этого или нет и и на мой взгляд вот то от чего вам может быть больнее всего сейчас то от чего вам может быть как то вот труднее всего сейчас это от того что от понимание от возможно осознание того факта что вы сами все разрушили так вот это на мой взгляд это не так на мой взгляд это не так на мой взгляд вы ни в коем случае сами все не разрушили на мой взгляд как мужчина хорошо так вы так вот поставлены то есть иными словами скажем так что если например предположить что вы сами все разрушили Вот, если предположить, что вы занимались разрушением, вот, то я бы сказал, что мужчина в этом смысле вам, как бы так, как бы так сказать, да, мужчина вам помог, мужчина вам помог, вот, как бы все разрушить, то есть, с его, так скажем, стороны, вот, со стороны мужчины, я не увидел практически ничего такого, что вот как-то могло бы дать понять могло бы показать, что он, ну, настроен на то, чтобы стараться, вот, ну, значит, что-то сохранить, сохранить, да, вот так, наверное, я бы здесь сказал, так это, по крайней мере, выглядит для меня сейчас. Теперь давайте перейдем к вашему тексту. Реально выстроить любовные отношения с человеком после всего, что сделала, сделала. вот, пожалуй, такая ключевая, на мой взгляд, вещь заключается в том, что дело не только вас, как я и сказал, дело в мужчине в том числе. И, исходя из этого, я бы, конечно, ну вот, я бы, конечно, в этом смысле, предположил бы, что, скорее всего, скорее всего, нет, ага, потому что, с его стороны, на, ну, вот, на вашу, скажем так, на вашу модель поведения, какой бы она ни была, да, мы сейчас не говорим о том, какая у вас модель поведения, мы сейчас не говорим о том, как вы себя ведете, мы сейчас не говорим об основе, вот, мы говорим только, ну, как бы, по факту, да, мы сейчас говорим только. Так вот, с его стороны на вашу модель поведения идет реакция, которая не позволяет, как бы, надеяться на то, что он будет делать шаги на встречу и делать ваши отношения, скажем так, ну, жизнеспособными. На мой взгляд, максимум, что можно будет сделать, это вы как-то вернете отношения с ним, вот, но при этом эти отношения с ним, они будут в рамках того, что вы, значит, будете все время находиться вот в позиции, как бы, такой вот. Виноваты, да, в позиции такой, что, вот, что все это зависит только от вас, вот, в позиции такой, что вы, значит, все время должны будете, ну, как бы, что-то доказывать, вот, и так далее. На мой взгляд, это единственный возможный вариант, единственный, единственный возможный вектор развития событий. К сожалению. К сожалению. По крайней мере, так это, опять же повторюсь, для меня выглядит. То есть, ну, понятно, что я могу ошибаться, вот, понятно, что я могу быть не прав, понятно, что ситуация бывает разная, понятно, что есть, вот, ну, какие-то, скажем так, свои нюансы, но вот мне, лично мне ситуация представляется вот такой, ну, вот, на данный момент, скажем так. Понимаете, да? Какая ошибка. Дальше идем. Значит, вы пишите следующее. Что? В феврале начала активно сидеть в тиндере. Да. Ну, здесь ситуация такова, что, вероятно и очевидно, что-то вас к этому, так скажем, в порвигло, да? То есть, почему-то вы решили перейти вот в, значит, тиндер, да? Почему-то вы решили перейти в онлайн, общение в онлайн взаимодействие, вот. Нашп, ну, как-бы в... В... Нашп, Слетни. Вот. И... Нашп, эм... Ну, слетни, вот. Ситуация здесь вот такая, как мне кажется. Ситуация, как мне кажется, да? То есть что-то вас вот туда направило. Приписываться активно с тремя-четырьмя мужчинами, пишите вы. Значит, один мне особо начал нравиться, и мы с ним общались больше всего. Он довольно активно общался, лайки в соцсетях ставил, сделал картинки, голосовые сообщения. В общем, обычный онлайн-ухаживание. У нас совпадали определенные интересы, вкусы на литературу, кино, еду, морально-этические и политические взгляды. Даже животное одно и то же нравилось, оно довольно редкое. При этом были несовпадающие интересы. Это мне тоже нравилось, что мы узнаем что-то новое друг от друга. Да, то есть как бы тут вот все хорошо в этом смысле, в этом плане. Ну, как бы, почему не в реале? Вообще. Единственное, что мне не нравилось, это что нет встречи, при том, что мы живем пару километров друг от друга. Я ему сказал про это, он ответил, что думал, что я хочу побольше пообщаться в сети, но уже месяц прошел на этот момент, мне хватило общения в сети. Да? То есть тут действительно у людей могут быть разные моменты, разные, ну, свои ощущения, да, по поводу того, что вот. Значит, по поводу того, как я могу отнестись и воспринять переход общения из виртуального в реальный. Вот, значит, в итоге он предложил увидеться, в одно из воскресенья я ответил, ок, но он не написал вместо ни времени. В воскресенье уточнило я все ли ок, он ответил, что не понял, что я согласен. Меня это расстроило и обидело. И вот, собственно, здесь очень важный момент, на котором я хотел бы и остановиться, потому что то, что вы описываете дальше, в принципе, просто, что называется, ну, как бы повторяет эту ситуацию, да, то, что вы описываете дальше, то, что вы описываете дальше, просто раскрывает, развивает вот этот момент. Меня это расстроило и обидело. Чем? Вот давайте конкретно попробуем рассмотреть ваши чувства и переживания. Чем? Чем вас это расстроило и обидело? Как вас это расстроило и обидело? То есть у меня такое ощущение складывается, исходя из того, что вы написали, что вы, значит, увидели в этом человеке что-то, что вам очень нужно, да, и пытаетесь это получить. Вот. Ну и отсюда, соответственно, такая реакция, последующее чувство вины, потому что вы понимаете, что можете это потерять и так далее. Вы пишите. Я не хотел идти на тренировку, он буквально уговорил. То есть вы переложили ответственность на человека. Не хотели, не надо идти, но вы переложили ответственность. Ну а дальше, соответственно, злость, разочарование, там, впилили и так далее. Вы пишите дальше. Без общения с ним мне стало тоскливо. Он мне давал тепло, да, и так далее. Вот что это за тепло? В тот же момент. То есть, понимаете, здесь дело не в любви, а в том, что вы очевидно решаете какую-то свою проблему. И эта проблема находится в вашем броске. Вероятно, до того, как вы пришли в Тиндер. То, что вы описываете дальше, ваши действия, там, истерика, вот это все, это следствие. Понимаете? Это следствие вот этой вот обиды, которая появилась, когда он не назвал, там, точного времени места, например. Вот. Такая история. Вот, на мой взгляд, такой ответ вам можно дать. Можете ли вы все это сделать? Да. В первую очередь, разобраться в себе вы можете. Это первое. И после этого уже наладить общение с ним. По поводу влюбленности, честно говоря, мне кажется, что вы его идеализируете, опять же, путая свои потребности, значит, с влюбленностью. Да, я могу предположить, что у вас есть, у вас есть страсть к нему, но я не думаю, что, я не думаю, что вы влюблены, хотя бы потому, что вы его никогда в живую не видели. Вот. И вам нужно на это тоже посмотреть критически и разобраться в себе. Чтобы ваши потребности, чтобы ваша ценность, чтобы значение вашей личности не зависело от того, будете ли вы общаться с человеком или нет. Только так вы сможете построить с ним конструктивное, качественное общение. По-другому не получится никак. К сожалению. То, что вы описываете, очень похоже на зависимость от человека, любовную зависимость от человека. И это не возникает просто так. У этого есть свои, скажем так, причины. Вопрос только в том, что это за причины. Какие они. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...